Нелегальные мигранты теперь держат Тайм-Сквер. Полиция Нью-Йорка отчитались о задержании участника банды. Жители Миссури, не имеющие права голосовать, получают предвыборные листовки. 30% камер на южной границе не работают. Эксперты назвали главные ошибки при заполнении анкеты для участия в лотерее Гринкард и бесплатная стажировка для иностранцев Америки. В общем, досмотрите это видео до конца. В комментариях, откуда вы нас смотрите, какие темы эмиграции вы бы хотели обсудить. Ну и напомню всем, что наши обзоры о том, что на самом деле происходит в Америке, выходят вечером по Нью-Йорку, а утром мы встречаемся в утреннем шоу «Утро в Америке» в 8 утра по Нью-Йорку. Также сегодня обязательно дождитесь ответа на свой вопрос и задавать вопросы вы можете в ленте комментариев к этому видео. Ну а мы начинаем. Начинаем, как обычно, с новостей. Итак, в Нью-Йорке арестовали все-таки нелегало из Венесуэлы, который напал на полицейских на Тайм-сквер еще в феврале этого года. Иммиграционная служба выяснила, что Андреса Гомеса из Каэля уже однажды задерживали пограничники, после чего он добровольно уехал в Мексику, но потом снова нелегально вернулся в Соединенные Штаты. Во второй раз его вновь задержали у границы, но отпустили из-под стражи по решению суда. Ну вот, после чего Гомес приехал в Нью-Йорк и там напал на двух полицейских на Тайм-сквер. У него также были и сообщники. Но вот его в итоге удалось задержать. Суд признал Гомеса виновным и приговорил к году заключения. Сейчас он остается под стражей. Предполагается, что после этого его депортируют обратно на родину. Другим новостям в Сент-Луисе. В штате Миссури эмигранты-неграждане получили листовки с призывом голосовать на президентских выборах. Такие письма разослал местный строительный профсоюз. Но вот там агитируют поддержать на выборах Камалу Харрис. 11 сотрудников озеленительной компании, которые получили такие письма, оказались негражданами. Все они работают в стране легально по рабочим визам, но, конечно, не могут голосовать на выборах. В профсоюзе заявили, что делали массовую рассылку листовок. Их могли просто случайно получить люди, которые пока не имеют права голосовать. Я все-таки напомню, что на выборах президента голосовать могут только граждане Соединенных Штатов. И хотя при регистрации избирателей чиновники не спрашивают документы, вся информация об избирателях все равно проверяется по нескольким базам данных. В частности, все списки сверяют с базой данных эмиграционной службы, почтовой службы США и других ведомств. Это позволяет удостовериться, что человек действительно гражданин и живет именно в том штате, где зарегистрирован. Отмечу, что за последние годы доказано лишь несколько случаев, когда люди без гражданства пытались голосовать на выборах. Спасибо, что смотрите нас. Не забывайте про лайки. Теперь к другим темам. Эксперты назвали главные ошибки при участии в лотерее Green Card. Если вы совершите одну из этих ошибок, то, скорее всего, заветной зеленой карты вам не видать, даже если вы выиграете в лотерею. Так, например, участники лотереи часто стараются хитрить и подавать несколько заявок, при том, что закон разрешает подавать только одну заявку. Если вас рассекретят, вы будете дисквалифицированы. Также не будут рассматриваться заявки, поданные не в срок или с неточной информацией. Если вы забудете указать заявки всех членов семьи, это также грозит дисквалификацией. Речь идет о супругах и всех детях в возрасте до 21 года. Даже тех, которые с вами не живут. Кроме этого, нельзя оставлять пустыми обязательные поля для заполнения. Также эксперты советуют не использовать сторонние сайты. Это могут быть мошенники. Заполняйте анкету только на официальном сайте Госдепартамента США. Спасибо за первый комментарий. Не забывайте, что вы можете оставлять здесь вопросы, которые касаются иммиграции. Ну, а мы обязательно постараемся с адвокатом на них ответить. Мы продолжаем. В редакцию YouTube канала Бюро обратился наш подписчик Денис Копейко из Сан-Франциско. Родом Денис из Украины, а в Америку он приехал еще в 2019 году. Здесь в основном работал на круизных лайнерах. Но во время пандемии выехать из страны Денис не смог. И сроки его визы были нарушены. То есть, таким образом, он нарушил иммиграционное законодательство, оставшись в США. В прошлом году иммигранту все-таки одобрили защитный статус по программе TPS для украинцев. Но вот что делать дальше? Денис не знает. Как же все-таки легализоваться теперь в Америке? Прямо сейчас к нам из Калифорнии, как я понимаю, присоединяется сам Денис. Вместе с нами сегодня, наконец-то, вернулась к нам Алина Кац, эмиграционный адвокат. Алина, с возвращением. Да, спасибо. Спасибо. Да, всем привет. Денис, да, где вы находитесь? Я знаю, что вы в дороге. Вот вы живете в Сан-Франциско, но сейчас где-то, может быть, в другом штате. Сейчас в Норд-Норд, как Каравайн, в сторону Вирджинии еду. Да, вот как раз там сейчас до сих пор еще борются с последствиями урагана Хелли. Наверняка вы еще видите, да, поваленные, может быть, деревья или что-то вокруг. Да, еще есть эти заваленные дороги, деревья, еще не все убрали. Да, будьте осторожнее. Расскажите, какая у вас сейчас ситуация? То есть главный вопрос все-таки, как вам теперь поступить, да, как правильно, не знаю, получить грин-карту, например? Да, главный вопрос, получается, заканчивается TPS в апреле месяце. И могу ли я податься на репароль и получить дальше продолжение статуса, находиться в легальном стране? Смотрите, вы приехали давно, да, в 2019 году? В 2019 году приехал по турвизия. Правильно. И сейчас вы подали на TPS, и TPS получили. В 2019 году, да, я получил TPS, мне его одобрили, и он в апреле заканчивается. Да, дальше. О чем я говорю? О том, что репароль — это совершенно другая тема. Это совершенно из другой оперы, назовем это так. То, что вы можете сделать, если TPS наше государство решит продлевать, то вы сможете подать на TPS опять, и, соответственно, вам дадут его снова. Но это зависит от решения государства, потому что те, кто получали TPS изначально, у них был шанс продолжить его, да, и опять же, каждый раз они получили эти грамки, и, собственно, на кого этот TPS распространяется. Соответственно, в ближайшее время должна поступить информация, смогут ли держать ли TPS его продлить. И если да, то, соответственно, у вас может появиться такая возможность. Сразу скажу, поскольку вы упомянули слово «репароль», пароль — это для тех, кто приехал по гуманитарному паролю или по программе «Uniting for Ukraine» — «U4U». И, соответственно, у них была возможность сделать репароль, находясь на месте, не выезжая за пределы страны, что многие из них и сделали. То есть мне ожидать окончания моего TPS? Прежде, да, к окончанию вашего TPS опубликуется информация, собственно, смогут ли держатели TPS его получить, продление, да, подать на продление, и, соответственно, вы будете уже руководством той информации, которая будет опубликована. Я предполагаю по опыту других стран, что, скорее всего, TPS можно будет продлить. То есть заранее сейчас не подавать, пока решение можно? А вы не можете сейчас подать, пока что ещё нет, знаете, отмашку нам не дали, что можно это делать. Ага, я понял, спасибо большое. Второй вопрос. У меня сын находится в Польше с родителями. Если я запрошу адванс пароль, есть вероятность того, что меня обратно запустят? Или так как я нарушил статус, пару лет был без статуса, меня могут не впустить в страну? Если ваш адванс пароль, да, если ваш адванс пароль, соответственно, который вам дадут, ну, его обычно дают на самом деле на рамке вашего TPS, то есть он вряд ли будет выходить за рамки TPS, то есть если вы получаете адванс пароль, ваш TPS ещё не истёк, то, соответственно, вы спокойно можете поехать. Всё равно, конечно, поездка за пределы США, хоть и по паролю, это риск, но эти риски минимальны, потому что у вас абсолютно стабильный статус, да, TPS, и у вас заранее подготовились и получили документ, который называется адванс пароль. Поэтому путешествие не должно быть, ну, как бы, какой-то... То, что я нарушил, это никак не может... Потому что вы считались изначально, это никак не должно повлиять сейчас на вашу поездку по адванс паролю. Ага, я понял. Ваш TPS, на который вы подали, вы подали его сразу, как только можно было? Когда он у вас заканчивается? В апреле 2020, следующего года, в апреле заканчивается. Да, ну тогда, соответственно, ближе к окончанию у вас уже будет информация, можно ли дальше будет продлевать. Заранее, получается, никак нельзя будет узнать, да? Нет, потому что каждый раз должна быть информация о том, что государство разрешает, собственно, продлить TPS. Хорошо, спасибо, я понял. И ещё один вопрос. Я встречаюсь с девушкой, которая находится в браке с мужем. по политике у них кейс. Они его ожидают уже 4 года, пока никаких движений не происходит. То есть хотел спросить, возможно, если она с ним официально разведётся, как-то присоединить к моему кейсу украинскому, чтобы она по программе TPS пошла в легальный статус? Нет, TPS — это индивидуальная как бы такая программа, то есть она только для тех, кто квалифицирован в неё. То есть просто потому, что, например, если она будет вашей супругой, она не сможет помогать под условия TPS. То есть им нужно ожидать своего решения суда, и потом уже... По-хорошему, по-хорошему для тех, кто номинально находится в браке только для того, чтобы оставаться в кейсе, это нарушение закона. Поэтому если они брак поддерживают только для этого, то это не должно быть так. То есть если у них семья распалась, они должны официально... Либо они должны написать прошение в иммиграционную службу, если они не хотят по какой-то причине разводиться официально, они должны написать прошение, сказать, что их семья больше не существует, они расстались, её должны исключить из кейса. Либо если они подают на развод, и при финализации их развода они отсылают документ, Final Decree, в иммиграционную службу, и те автоматом исключат её из кейса. То есть поддерживать подобные вещи только ради получения какого-то бенефита — это нарушение закона. Я понял. То есть пока всё висит, пока не будет продления ТПС, по моему делу. А ваше представление, как только будет публикация о том, что те, у кого ТПС истекает, могут его продлить, соответственно, сможете это сделать? Просто не хочется терять время работы, пока одобрят документы. Это если я могу, если я подал нам продление, предоставить на работу свою компанию, что я жду продления и работать, или мне нужно будет ждать пока документы. Спасибо, когда вы находитесь в процессе. ТПС обычно право на работу дают относительно быстро. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, что подпишили, ответили. Хорошего вам, да? Да, Денис, огромное спасибо. Надеюсь, что всё сложится у вас нормально. Просто на самом деле очень интересные и важные вопросы вы сегодня задавали. Я думаю, что многим мы таким образом тоже помогли благодаря Алине. Алине тоже огромное спасибо. Денис, вам удачной, хорошей дороги, безопасной, самое главное. Спасибо, я вам. Денис Копейко, вместе с нами был иммигрант, который вот сегодня смог задать вопросы в нашей рубрике. Спасибо, берегите себя. До свидания. Ну, а мы продолжаем. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать свои вопросы здесь в комментариях под нашим выпуском. Я, Денис Чередов, продолжаем наш выпуск. Вдоль южной границы не работает треть камер видеонаблюдения. Об этом говорится во внутренней служебной записке пограничного патруля, полученной журналистами NBC News. И вот, по их данным, около 30% всех видеокамер вдоль границы сломаны, что существенно, конечно же, усложняет поиск нелегальных иммигрантов. Ну, вот пограничники назвали это общенациональной проблемой. По крайней мере, такие данные приводят журналисты канала NBC. Но надеюсь, что эти данные уже переданы в соответствующие ведомства, которые должны предпринять соответствующие меры. Другим новостям молодые люди могут пройти стажировку в Соединенных Штатах, чтобы реализовать свои социальные проекты. Ну, и прежде всего, это касается иностранцев. Ну, вот эта программа, которая называется MSW Global, помогает активным людям от 18 до 26 лет, которые хотят улучшить жизнь вокруг себя, получить стажировку в Америке. Принять участие в программе могут лидеры, у которых есть идеи разных проектов в области образования, здравоохранения, экономической безопасности и многого другого. Победители проведут 10 дней в Нью-Йорке и Вермонте, где будут разрабатывать идеи реализации своих проектов. Затем у них будет 10 месяцев на то, чтобы воплотить эти идеи в жизнь уже у себя дома. Участие в программе бесплатное, и вот эта программа покрывает расходы на перелет, проживание и питание. Ссылку мы обязательно оставим в описании к этому выпуску. Спасибо огромное, что смотрите наши выпуски и оставляете комментарии. Ну а если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом. На вашем экране QR-код, просто наведите телефон, откройте ссылку, и там будут все инструкции. Можно сделать донат с помощью любой банковской карты или другим способом. Также вы можете нажать на кнопку «Thanks» под каждым видео. Только с помощью вашей поддержки мы сможем делать наши выпуски еще более интересными, актуальными и объективными. Спасибо вам огромное! Ну а мы продолжаем наш эфир и сейчас переходим к тем вопросам, которые вы нам отправили заранее, либо на почту YouTube-канала Бюро, либо оставили в комментариях. Итак, вопросы будут касаться как получения убежища, так и гринкар, также вопросы будут касаться получения гражданства. Ну а первый вопрос от нашего подписчика. Он ждет ответа от эмиграционной службы на петицию по воссоединению с дочерью гражданкой Америки. Судя по всему, человек находится на территории США, причем пишет, что он живет здесь уже почти 20 лет. Непонятно, правда, в каком статусе. Дочь подала на воссоединение год и 10 месяцев назад. Как долго может занять этот процесс? Алина, может быть, сроки сейчас изменились ожидания или все пока плохо? Ну, сроки ожидания у нас в основном меняются только в сторону увеличения. На сегодняшний день воссоединение семьи с родителями, то есть как граждане и дети, взрослые старше 21 года подают на родителей. Во-первых, неважно, в каком статусе находились родители или без статуса вообще. То есть там имеет значение только если они находятся в эмиграционном суде или нет. Соответственно, сроки ожидания около двух лет плюс-минус. Да, но еще, конечно же, тут не указан, какой эмиграционный статус, как я понимаю. Дело в том, что, опять же, когда взрослые дети 21 год и старше граждане подают на родителей, даже если родители находились без статуса, это не имеет значения. Они как бы подпадают под ту категорию, когда эмиграционная служба прощает нелегальное нахождение здесь. Поэтому, опять же, самое важное понять, находятся в эмиграционном суде родители или нет, потому что это может вызывать задержки, нужно сделать определенные шаги для того, чтобы решить этот вопрос. Но если подобных затруднительных моментов нет, тогда около двух лет занимает общий весь процесс. Благодарю. Следующий вопрос у нашей подписчицы Екатерины. И вот она пишет, что у ее сына есть грин-карта до 2027 года. Недавно она прочитала, что ребенку в 14 лет нужно было обновлять грин-карту. Они этого не знали. Сейчас ребенку уже 15 лет. Что делать в такой ситуации? Могут ли сыну отказать в гражданстве из-за этого? Напишет нам Екатерина. В гражданстве отказать не должны. Более гражданство ребенок получит автоматически, если он проживает за свою маму, его мама получит гражданство первое, и, соответственно, ребенок автоматом становится гражданином. Соответственно, моя рекомендация, как можно скорее подать на обновление грин-карты, потому что действительно в 14 лет, даже если грин-карта сама дана на более долгий срок, в 14 лет, нужно подавать форму Ай-90 и менять грин-карту ребенку. Я бы все равно подала и просто написала объяснение, что они просто не были в курсе. Я думаю, что не должно быть проблем у них. Еще один вопрос от подписчицы. Пишет нам Галина Кубишин. Она прошла интервью по политическому убежищу преследования по религиозным убеждениям в ноябре 2017 года. До сих пор ждет результаты. То есть прошло уже несколько лет. И получается 7 лет, как уточняет Галина. Есть ли какие-то сроки? Сколько еще придется ждать? И что делать в этой ситуации? Понятно, что на такие вопросы мы уже с вами отвечали. Кто-то ждал 10 лет, кто-то начинает судиться с правительством. Может быть, 2017 год сейчас рассматривают. Какая последняя информация? Действительно, 17-18 до 16-х годов в основном до сих пор висят. Безусловно, когда мы подаем Мандамус, то есть судим иммиграционную службу, это работает, людей вызывает на интервью. Но у нее немножко другая ситуация. У нее уже интервью было, она просто ждет, собственно, результата. Поэтому, наверное, я бы начала с обычных запросов, потом обратилась к конгрессмену, а дальше уже, конечно, если ответ невозможно никак выбить из иммиграционной службы, то все равно можно подавать Мандамус, то есть судить иммиграционную службу. Но это уже крайняя мера, она работает. Тем не менее, перед этим нам нужно показать, что все остальные шаги были выполнены, они не сработали, поэтому приходится прибегать к этой крайней мере. Спасибо большое. Вот кто-то нам даже из подписчиков, кажется, неплохой совет давал вот в таких ситуациях, когда ты только ожидаешь интервью. Например, можно обратиться в иммиграционную службу и сказать, может быть, по работе тебе необходимо как можно быстрее получить решение от вас, чтобы, не знаю, получить какую-то должность. Как вы думаете, вот такое может сыграть положительную роль в решении? Знаете, мы пробовали разные способы, и тот, который вы перечислили по состоянию здоровья, потому что действительно бывают люди критические состояния, работает это почти никогда. Поэтому единственное, вот я могу сказать с уверенностью, что единственный способ, вот как практика показывает, чтобы человеку всё-таки вызвали на интервью, это мандамус. Насколько я не особо люблю прибегать к этому способу, но это действительно работает. Да, да, и многие, кто подавал, подтверждают, ну, там нужно всё за и против взвесить всё-таки, правильно. Спасибо большое. Тот, кто нас смотрит, даже если мы ещё не успели задать ваш вопрос, всё равно поставьте лайк этому видео и задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, для нас важно получать обратную реакцию. Следующий вопрос у нас от Кирилла, он пишет, что с женой и детьми находится в судебном процессе по убежищу. Судья отменил мастер-суд и назначил индивидуальное слушание, но в течение 45 дней Кирилл должен ответить, согласен ли он на добровольную депортацию, если проиграет суд. И вот у Кирилла возникает вопрос, почему про это спрашивают сейчас и может ли грозить ему в будущем, я так понимаю, депортация, если он откажется от добровольной депортации или какие-то проблемы могут ли возникнуть? Я думаю, что он говорит о том, что называется written pleadings, то есть когда отменяется мастер-слушание, то судья просит обычно в письменной форме ответить на те вопросы, которые поднимаются на ознакомительном слушании. Соответственно, один из вопросов, это не то, чтобы согласить, если вы добровольно покинете страну, там вопрос, в какую страну вы предпочитаете, чтобы вас депортировали. И чаще всего ответ с нашей стороны мы отказываемся ответить на этот вопрос. Соответственно, потом, когда это вживую происходит мастер-слушание, судья переназначают вопрос прокуратуре, и они назначают страну вашего гражданства. То есть и в written pleadings, когда мы отвечаем на эти вопросы в письменной форме, соответственно, ответ, что мы respectfully decline to designate, то есть мы с уважением отказываемся ответить на этот вопрос. И поэтому, если он не уверен, каким образом нужно отвечать на вопросы, которые судья, то есть, видно, судья дала ордер, ордер через 45 дней должен быть выполнен, это приказ суди, я рекомендую, конечно, найти представителей интересов, адвоката, который смог бы помочь. Спасибо большое за разъяснение, очень важное на самом деле, чтобы никто не запутался, но самому справиться, наверное, будет очень-очень сложно. Да, спасибо большое. Хочу напомнить, что многие наши подписчики, кто нас смотрит в разных штатах по всей стране, просят нас больше уделять времени вопросам получения гражданства. Если у вас есть вопросы по поводу получения гражданства, задавайте их, не стесняйтесь. И по поводу воссоединения семьи тоже задавайте эти вопросы, обязательно, обещаю, будем уделять этому должное внимание в наших следующих выпусках. Ну, а прямо сейчас еще один вопрос от подписчицы Анны. Она в США уже больше 10 лет, сама родом из России. Недавно Анна провалила интервью на убежище. По ее словам, она в первую очередь перепутала все даты, так как описываемые события происходили еще 10-15 лет назад. Понятно, что человек здесь может растеряться, не знаю, ну, может быть, и подготовка тоже сыграла свою роль. Через две недели у нее финальный иммиграционный суд. Анна спрашивает, на что нужно обратить внимание в суде? На общую историю, на ответы на интервью, на общую жизнь и карьеру в США тоже? Как правильно подготовиться к суду, если вот сложилась уже такая ситуация, по-другому уже, да, ничего не исправить, ничего не сделать? На самом деле ответ на этот вопрос можно давать в течение нескольких суток, потому что подготовка к индивидуальному слушанию — это тема очень серьезная. Обращать внимание нужно на все, на рекорд, на ваши доказательства, которые вы предоставляли, естественно, на вашу историю, когда началось преследование, в чем оно заключалось, от кого это преследование исходило. Многое зависит от того, на каком основании вы, собственно, подаете на убежище. То, что вы запутались на интервью в иммиграционной службе, если этот вопрос возникнет, да, собственно, на суде вы должны объяснить, что, почему и, собственно, если вы помните, какие ошибки вы допустили, почему вы считаете, эти ошибки были допущены. Но в подготовке на индивидуальную службу там нет мелочей. Все должно быть четко-четко проработано, и, опять же, я всегда стараюсь отвечать на вопросы, не пересылая к тому, чтобы вы наняли адвоката, но вот такие ситуации, когда я отвечала по поводу ритмплейлингс и сейчас подготовка к индивидуальному слушанию, я вот лично считаю, что все-таки очень важно иметь адвоката, который вас подготовит, который убедится, что все процессуальные шаги были выполнены. Я знаю людей, которые сами представляют свои интересы в судах, но это лишь маленькая толика, мало кто может это сделать в адекватном формате и получить нужный результат. Все-таки решается ваша жизнь, поэтому, я думаю, в таком случае все-таки необходимо иметь адвоката. Да, жизнь и судьба. И хотел еще все-таки уточнить, а вот адвокат имеет право как-то поддержать своего клиента, в суде, как-то ему помочь? Может быть, он куда-то не туда пошел в своей истории, грубо говоря, и каким-то образом помочь? Не будет ли суд против этого? Как вот это работает? Это работает таким образом. То есть адвокат задает вопросы к своему клиенту, чтобы была обозначена вся история, чтобы все детали истории были преподнесены в необходимом формате. Соответственно, если я вижу, например, что мой клиент идет куда-то не туда, я задаю следующий вопрос, чтобы немножко выровнять направление, потому что, конечно, люди переживают, это стрессовый момент, начинают путаться, забывать. И даже если они были очень хорошо готовы до суда, на самом суде чаще всего происходят какие-то неожиданные вещи, вдруг начинают люди рассказывать что-то, что даже мы не обсуждали никогда. Поэтому в обычном виде вопросов я могу направить своего клиента в правильное русло. Да, спасибо большое. Стресс, конечно, колоссальный, когда все это и приходится и вспоминать людям, и конкретно рассказывать какие-то истории жизни, порой не очень, конечно же, приятные в связи с получением убежища. Ну, в любом случае, да, спасибо большое за эту информацию и спасибо за все ваши ценные и важные советы. Вот все вопросы, которые успели сегодня задать, перенесем некоторую часть уже на следующие наши выпуски. Сегодня мы благодарим за участие миграционного адвоката Алину Кац. Алина, еще раз вас с возвращением, спасибо большое, и увидимся на следующей неделе. Спасибо большое, тоже очень приятно после заслуженного отпуска вернуться обратно. Да, да. Надеюсь, что вы хорошо отдохнули, с новыми силами, и теперь будем работать дальше. Мы тоже очень рады, спасибо вам большое, и мы также рады всем, кто нам ставит лайки и пишет комментарии. Спасибо вам большое. На этом все. Не забывайте, что вечером по Нью-Йорку выходят наши обзоры о том, что на самом деле происходит в Америке, и утром мы встречаемся в будние дни в 8 утра по Нью-Йорку. Спасибо вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова